Привет! А в этом видео мы с бабушкой специи расскажем и пошагово покажем, как приготовить крабовый салат по-новому. Яркий и сочный салат для украшения вашего стола. Простой рецепт вкусного сочного салата. Готовится просто и быстро, но в итоге получается не только повседневный салат с насыщенным вкусом, но и праздничный, яркий и питательный, который удивит ваших гостей. Ингредиенты, необходимые для приготовления крабового салата. Крабовые палочки 200 грамм. Помидоры 200 грамм. Яйца 2 штуки. Твердый сыр 80 грамм. Чеснок 3 зубчика. Майонез 2 столовые ложки. Соль по вкусу. Основной этап приготовления. Подготовьте все необходимые ингредиенты по списку для приготовления салата. Крабовые палочки. Можно также использовать и крабовое мясо. Предварительно достаньте из холодильника, чтобы они полностью разморозились при комнатной температуре. Куриные яйца предварительно творите до готовности около 10 минут. Затем охладите в холодной воде. Твердый сыр возьмите без привкуса. Для заправки салата используем майонез. Также можно взять и смесь майонеза со сметаной. Подготовьте посуду для салата. Размороженные крабовые палочки извлеките из упаковки и снимите все пленки. Нарежьте крабовые палочки небольшими кубиками и положите в выбранную посуду для салата. Отварные и охлажденные куриные яйца очистите от скорлупы и натрите на крупной терке. Добавьте натертые яйца в салатник. Свежие помидоры промойте проточной водой и обсушите полотенцем. Нарежьте помидоры небольшими кубиками и добавьте в салатник к ранее подготовленным ингредиентам. Для этого салата выбирайте небольшие плоды, не перезрелые, с твердыми стенками и сочной мякотью. Не берите для салата слишком водянистые помидоры. Выбранный твердый сыр для салата извлеките из упаковки и натрите на крупной терке. Добавьте сыр в салат. Зубчики чеснока очистите от шелухи и пропуститесь через пресс или натрите на мелкой терке. Добавьте измельченный чеснок в салат. Заправьте салат майонезом и перемешайте. Попробуйте салат на вкус. Если необходима соль, то добавьте. Готовый салат подавайте сразу по его приготовлению. Такой салат скрасит и повседневный стол и праздничный. Также такой салат можно подать и в виде слоев в порционной тарелке. Слои будут идти в соответствии с шагами в описании приготовления салата. Но здесь каждый слой нужно промазать небольшим количеством майонеза, смешанным с измельченным чесноком. При подаче салата украсьте его свежей зеленью укропа или петрушки. Попробуйте и вы приготовить крабовый салат по-новому, по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!